Вторая война На улицах старались не показываться Вместе собирались только когда гроб привозили Изба мертвеца становилась местом обмена новостями, слухами да измышлениями Так брвало язык в охотку войдет, что уже и мелет, что к месту и вовсе не потребное Дичали потому, что в одиночку, а тут вроде как отдушина Собирается полная изба, приходят и те, о ком их знать забыли И хуторские, и те, кто в Нистопарике живет Вдовица за приготовление еды не пролазь Еду соседки приходили готовить Мужики приходили с дровами, деловито вносили каждый Кто хворост, кто угля, кто пень прикатывал, топили баню, готовили кулешей различных Детей приводили, конечно же, да только обычно их на печь забрасывали к супкулам Те взрослым играм их обучали, да в бабки забавляли А спичи-то обзоры, ш какой, вся изба на ладони На комнаты тогда не делили хату, шум, тарам, котлы кипят, пузырится изюм А запахи какие взрослые сидят и ночь, и заполночь Иной раз уже и петухи запели, а все беседа не окоротится Все веники старые поднимут, все косточки перемнут Да не только сплетнями забавлялись Глянь, книгу Кириллову читать начнут вслух о вере Так что было бы неверно думать, что за пустопорожным собирались В книг очте ей избирали обычно деда купороса или бабу-козу Уж больно хорошо выходила с пришептыванием да приплевыванием Молодые так не умеют Те, кто внизу по течению живет, тоже свои книги приносили Скорее даже записи на черепках, на мраморных досках, на папирусах За общим столом не читали В стороночки аккуратно читку вели Но если послушать, подойти, то не прогоняли Место освобождали, расступаясь Ануфрина говорила, что ничего не понятно Но языком пленялась Частенько ее там среди пришлых видали А вот зимой стало покойников вдруг много приходить Что ни неделя, то гроб, а где гроб, там и стол Стали опасаться, что к весне с провиантом да дровами дела хуже будут Прижиматься стали многие Но людей не уменьшалось на похоронах Только как будто прохладней стало Глянь, к утру и дрови ныне жар в печи поддерживать Вот раз так и еще до петухов и стала изба остывать Не расходиться же по такому случаю Уже и настой не спасает И в темень такую за дровами тоже охоты никакой нет идти Тут кто-то возьми и предложи Дескать, давайте протез у покойника возьмем Да в печь бросим Уж больно хорош протез Кряжест, жар от него хороший пойдет Да не спросясь вдовице Открутили Открути покойного протез и печь А уж когда вдовица об том узнала Кинулась в голос Так ей хотелось мужа в гробу видеть целого Да и батюшка пригрозил, чтоб вернули недостающие Дабы при воскрешении Покойный при всех членах воскрес А не маялся с одной ногой после смерти Делать нечего Пришлось кому-то из гостей Свой откручивать Да к покойному приставлять Вот и славно тому Лежит целеханик А как домой-то дойти? А он смотрит, спит кто-то Протеза славно не чует Но так думает спать ему-то до обедни А я пока до дома добегу Да к кузнецу новый протез закажу Взял и открутил у спящего Да заодно и зуб у него вытащил Ну чтоб не одиноко ему было и не грустно В момент пробуждения Оставил мизинец ему свой кованый Да кусок уха из сланца работы Мастеров горных Нет смысла перечислять Всю цепочку обменов протезов Малый спящий тоже хват был еще тот Скажу лишь то Что сблизило это всех Теперь не только на гробах приходили посидеть Не ждали более случая смертного И шли друг к дружке в гости Члены свои разыскивать Деревянные, каменные Из плотного картона Сделанные из шкур до из рога Жестяные До исплавленного свинца Сделанные из шкур до из рога